Всем привет! Сейчас в некоторых регионах уже открыта весенняя охота на утку, а в некоторых скоро уже будет открыта. И поэтому тема сегодняшнего ролика это выбор дроби и упреждения на утку, а точнее на селезни, потому что весенняя охота ведется именно на селезней, то есть на самцов уток из укрытия с подсадной и или чучелами и или манком. Кстати, 16 февраля этого года прочитал такую новость, что охотник из Волгоградской области был лишен охотничьего билета, ну соответственно и оружия, за нарушение правил охоты. И доказательством служило видео, выложенное им самим на youtube. Именно поэтому необходимо знать правила охоты и держать их в голове, чтобы не попасться под нарушение и так что освежите в памяти правила охоты. Это можно сделать, например, у меня на канале есть серия видео про это. Если лень смотреть все, посмотрите хотя бы серию, относящиеся к данному ролику, то есть охота на пернатую дичь. На канале уже есть очень подробное видео по выбору дроби и подбору номера дроби под различную дичь. Поэтому, если интересно, посмотрите по ссылке в описании на канале. И подойдем сразу к итогам, что на утку весной мы используем дробь номер 5 и номер 7. Почему я не даю определенный номер дроби, а именно спектр? Потому что универсальной дроби, также как ружья или собаки, не существует. То есть в каждом случае нужно учитывать условия охоты. То есть дальность до птицы, погодные условия. И тут у нас две чаши весов. То есть на одной у нас убойная дальность, то есть это пятерка за счет более большей массы каждой дробинки. А с другой чаши весов у нас количество дробинок. И здесь уже каждый выбирает для себя. Как делаю лично я? Я предпочитаю брать меньшую дробь в пользу ее большего количества, то есть плотности осыпи. Но используя двухстволку с двумя спусковыми крючками, я иногда чередую. То есть в один ствол я вставляю семерку, а во второй пятерку для добора или более дальней дистанции. Теперь разберем упреждение на утку. Самое главное, что нужно понять, это то, что после вашего решения сделать выстрел и прилета дроби в цель, проходит определенное время. То есть это нажатие на спусковой крючок, детонация пороха, полет дроби. Все это складывается и дает утке возможность пролететь какое-то расстояние. И речь не о каких-то сантиметрах. К примеру, средняя скорость утки 72 километра в час. Это средняя скорость. То есть за одну секунду утка пролетает 20 метров. Начальная скорость дроби 375 метров в секунду. Она быстро падает, но даже без учета данного падения расстояние, к примеру, в 37 с половиной метра, ну для простоты расчетов, она пролетит за одну десятую секунды. То есть утка за это время улетит на 2 метра. И вот подумайте, сколько корпусов на таком расстоянии нужно взять упреждение. Естественно, такую дистанцию никакая особь не покроет. И второй важный момент это ведение цели. То есть не нужно скинуть ружье, отсчитать 2 метра и выстрелить. То есть мы подстраиваемся под цель. То есть мы наводимся на нее, обгоняем на необходимые нам упреждения, выбираем ее скорость, ведем вместе с ней и подстроившись под скорость и сделав определенное нужное нам упреждение, мы производим выстрел. Теперь об упреждении. Естественно, учитывая вышесказанное. Самый простой вариант, это когда мы стреляем по утке, взлетающей или летящей ниже 2,5 метров, в условиях плохой видимости или ограниченной видимости в камушах и кустарниках. Стрельба по такой утке, опять-таки согласно правилам охоты, запрещена. Но если вдруг случилось так, что видимость у нас не ограничена и утка уходит от нас, то мы стреляем прямо в нее. Если утка летит высоко, то при налете на нас мы закрываем утку стволами, а при улете от нас, то есть угонные утки, мы стреляем под нее. При боковом пролете мы просто даем упреждение перед уткой с учетом ее скорости, дальности, ну и погодных условий, ветер, дождь. И помните, только практика сделает вас хорошим и метким стрелком. Поэтому не стесняйтесь иногда охотиться на бумагу, ну и практиковаться, практиковаться, практиковаться. Потому что только практика покажет вам необходимое дистанцию упреждения, и только практика научит вас со временем ее ловить на лету и высчитывать. Так что спасибо всем за внимание, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока!